Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Я направила письмо с просьбой продлить беспошлиный режим для экспорта молдавских товаров в РФ. И мне хотелось бы системного решения этой проблемы, пояснила глава Молдовы. Она также сообщила, что в настоящее время проблемы двухсторонних отношений. Обсуждаю с послом России многие проблемы. Направила несколько писем, в том числе по поводу поставки нам вакцины. Мы благодарны за гуманитарную помощь, которую предоставила нам Россия, отметила Санду. В минувшую субботу Санду поблагодарила Россию за поставленную Молдове в качестве гуманитарной помощи партию вакцины «Спутник-5». Днем ранее Санду заявила, что у Молдовы есть много проблем, которые нужно решить с Россией. В январе Санду пообещала приложить усилия для выстраивания взаимоуважительных и взаимовыгодных отношений с Россией. В свою очередь Киеву стоит готовиться к отражению очередной информационной атаки в свой адрес. Это стало следствием того, что в столице Молдовы был похищен бывший украинский судья Николай Чаус. История тянется с 2016 года, когда Набу взяла Чауса на взятки в размере 150 тысяч долларов, которую он неосмотрительно закопал в трехлитровой банке во дворе собственного дома. Тогда, сразу после задержания, судья ушел в отпуск, после чего Верховная Рада дала согласие на его арест, но к этому времени его в Украине и след простыл. В результате 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск, а в марте 2017 Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится вплоть до своего похищения. В Кишиневе прямо говорят об украинском следе в этой истории, намекая на работу наших спецслужб. Как сообщает эксперт Артем Филипенко, оппоненты Санду пытаются в полной мере использовать этот скандал для ее дискредитации, обвиняя президента в том, что этот инцидент якобы возник в результате договоренности президентом Украины. Эти обвинения являются частью общей антиукраинской кампании, которую проводят соратники Додона. Через социальные сети, а также в подконтрольных изданиях, они ведут антиукраинскую пропаганду, регистрируют кремлевские тезисы и призывы к признанию так называемых ДНР и ЛНР. Вместе с тем, учитывая, как развивается ситуация, вполне возможно, что о похищении Чауса скоро забудут на фоне более серьезных проблем. Не думаю, что ситуация с судьей Чаусом имеет какое-то серьезное влияние, это очень маловероятно. И я думаю, что Россия тут в стороне стоять не будет, она будет применять самые разные способы и методы. Из арсенала гибридного влияния речь идет о СМИ и о системе агентов влияния и о финансовых рычагах. Тут достаточно широкий спектр, но я думаю, что движение Молдовы в европейском направлении все же приобретает необратимый характер. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт, странички Инстаграма, Фейсбук, ссылки в описании. Субтитры создавал DimaTorzok